Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Авторский проект Андрея Усенко. Авторский проект Андрея Усенко. Авторский проект Андрея Усенко. Авторский проект Андрея Усенко. Это Затерянная Вятка. На территории Кировской области невероятно большое количество всевозможных достопримечательностей, но в первую очередь нетипичных. То есть у нас на каких-то местных туристических порталах для гостей региона представлены, ну, какие-то яркие, выдающиеся исторические достопримечательности с легким доступом. Ну, логично, не каждый может приехать и отправиться куда-то по затерянным местам. В свое время, ну, я почти везде побывал, и мне захотелось чего-то такого посмотреть с другой стороны. Какие у нас есть вот такие, грубым языком говорить, необычности, которые могут произвести впечатление вообще в первую очередь и на самих жителей Кировской области, которые их даже не видели и даже не знали, что у нас есть такие места, и на гостей региона вообще в целом. Меня привлекали заброшенные места, то есть это места с какой-то историей, они там очень давно, десятки, сотни лет, ну, и просто красивейшие достопримечательности. Почему затеряны? То есть можно, правда, сказать, что в каком-то смысле они затеряны, кто-то 100, 150, 200, 250 километров и затеряны рядки, а мы их как бы, ну, открываем. Пускай и в информационном плане, но для городского жителя это все равно небольшое открытие, ну, и для меня в первую очередь. Это вот, если очень кратко. А почему потянуло к этому? Вот, ну, вы человек, который, ну, создает впечатление такого, способного к аналитике, да, о том, как вы рассказываете, собственно говоря, то, чем вы занимаетесь. Вот есть какой-то внутренний анализ, почему, что это, ну, все общедоступные посмотрели, стало интересно, или это, ну, желание первому узнать о чем-то, вот, что является побуждающим началом? Я не с психологической точки зрения, мне интересна мотивация. Вот, вы знаете, наверное, будет тоже самому интересно узнать, но вот, как я предполагаю, это некая тяга к открытиям. Я прекрасно понимаю, что все эти места уже открыты, да, ну, все они известны, но вот какое-то некое чувство там, вот, внутри что-то, какой-то вроде как, какой-то первооткрыватель, как в фильмах, как вот в передачах, которые еще в детстве мог смотреть там вокруг света и тому подобное, где-то там находишь какую-то информацию, что есть такое-то вот у нас место там с историей, там памятник архитектуры, это, допустим, какой-то затерянный, может быть, природная достопримечательность. Ее видишь, находишь, прокладываешь маршрут. Они, конечно же, несложные, но взять, подготовиться, собраться тоже каких-то определенных усилий требуют. И вот такой берешь, вот, видишь ее на картинке, составляешь маршрут, приезжаешь, видишь, трогаешь это вживую, какое-то внутри такое вот интересное чувство, и которое вот, оно, знаете, как своего рода какую-то вот такую тягу и зависимость вызывает. Через неделю хочется еще куда-нибудь, еще куда-нибудь съездить, еще посмотреть. Я могу вот, наверное, более ярко описать свое чувство. Как-то несколько лет назад в одних из своих первых путешествий мы с товарищами отправились к затерянному храму в Даровском районе. Это примерно 250 километров и сложнейшая дорога, которая там, ну, более-менее проезжает там 2-3 месяца в году всего лишь. Вот, мы отправились туда, это был огромный такой храмовый комплекс с историей, но уже затерянный. И вот я помню, начинается дождь, такие сгущаются тучи, время уже такое после обедения, но начало грозы, густой лес, и вот из-за леса появляются такие темные купола. Мы подъезжаем вот до этого места, и внутри такое, знаете, как будто бы, ну, вот, прямо в действительности что-то необычное. Здесь когда-то текла жизнь, были, ну, там, десятки домов, возможно, стояли там сотни и тысячи прихожан в радиусе 10-15 километров из окрестностей, а сейчас только как бы вот такой начинающийся дождь, шумы грозы, ветер и огромное каменное здание. И внутри это вот, ну, вот, что-то такое вот засело, вот какое-то вот такое чувство, которое вот сложно передать. То есть, если вот человек, ну, просыпается, ходит по городу, на работу возвращается, и вот этого чувства нету, и вот так оно вот прониклось тогда, что вот и повлияло, и вот после этого чаще и чаще стали ездить. Я вообще могу сказать, что, ну, сразу немножечко в целом расскажу, что у нас есть и памятники архитектуры, как, ну, затерянные, ну, уже не действующие храмы, а на территории Кировской области, по примерным подсчетам, их сохранившихся, но не действующих, чуть более 220, то есть, представляете, какой потенциал поездить, поизучать, потрогать эту историю. Но среди них, именно затерянных, где даже не сохранилось населенных пунктов и дорог, чуть меньше 20. Я где-то был только в 12, вот еще немножечко собрать свою коллекцию, и вот начинается сезон, уже потихонечку готовлюсь. — Слушайте, ну, вы умеете рассказать так, что захотелось сесть и поехать. Что дальше происходило? Вот вам захотелось поездить, но теперь это уже целый проект, которым вы занимаетесь. Вот какова была его эволюция? Что происходило? — Вообще, сам проект я веду в социальной сети ВКонтакте. Изначально, вот, ну, где-то примерно 4-5 лет назад я начинал и до прошлого года выкладывал на личные страницы. — Конечно, благодаря каким-то вот необычным ракурсам, хорошим фотографиям, это стали вот посты привлекать внимание разных людей. Их стали другие паблики к себе копировать, ну, вот если вот так вкратце рассказывать. То есть я заметил, что не только мне интересно, но и вот другим людям посмотреть, кому-то даже отправиться. Потому что периодически писали, а где находится, как съездить. Хоть и места популярные были, но, возможно, благодаря каким-то ярким фотографиям, вот, другим людям смотрелось и хотелось тоже там побывать. Потому что вот вообще в целом визуал имеет большое значение. То есть посмотрел, проникся, отправился. Поэтому я раньше сначала на личные страницы вел, а потом я почему-то подумал, что было бы здорово оформить в какую-то группу. Потому что на личной странице много информации, а тут целенаправленно по туризму. Я ее завел 7 мая, и вот сейчас еще нет месяца, там 29, ну, почти что 30 тысяч человек. Я завел в прошлом году, 7 мая. А, нет еще года. Еще года нет, но там почти 30 тысяч человек. И как бы я заметил, что интерес у людей есть, группа активно, динамично развивается, допустим, даже без какой-то, без рекламы. И привлекают внимание, одна из целей тоже была, жителей других регионов. То есть вот я начинаю смотреть, в постах люди пишут из других регионов, куда съездить, что у вас есть, очень красиво, интересно, хотим побывать и приезжайте к нам. Это небольшая подводка к чему. Вот сейчас есть у нас затерянные вятки. А следующее, вот я уже начинаю вести, сейчас пока только в формате карандаша, потому что это чуть-чуть посложнее сделать, затерянная Россия. То есть и так на территории Кировской области, ну вот если каждый выходной отправляться в какое-то небольшое путешествие одного дня, ну там с семьей, самостоятельно, с друзьями, не хватит 3-4 лет. То есть представляете, там 52 выезда в году, если каждую неделю, включая зиму, каким-то легким выездом. Их, если только храмовых комплексов 220, а сколько еще памятников природы, а сколько уникальных мест, а сколько скрытых мест. Мы даже вот иногда ездим по музеям в глубинке, чтобы узнать, что же от сотрудников музеев, какие же интересности есть непосредственно в вашем районе. А сколько же на территории России их интересно. Ну, давайте, подождите про Россию пока, давайте все-таки про Киров и Вятку. Вернусь к вопросу, значит, группа в ВКонтакте, но что сам проект из себя представляет? Вот вы ездите сами, вы рассказываете, но вы уже сказали, что люди задают вопрос, а можно ли? Есть ли какие-то организованные поездки? Ну, то есть, вот что, вы до сих пор там съездили, сфотографировали, выложили и все? Или что еще происходит? Вот я сейчас попытаюсь максимально передать четко. Несмотря на то, что у нас бывают живые встречи и выезды, и на некоторых даже до 100 человек приезжало, ну, какой-нибудь у людей. Я не являюсь ни гидом, ни экскурсоводом. У меня нет сухой какой-нибудь исторической... Монютуры пиратовом там есть? Нет, нет, я просто обычное частное лицо, которое ездит погулять в лес. Соответственно, хлеб у туристических организаций я не отбираю. У меня просто блок и популяризация, вот красот, такой, знаете, своего образа там похвалить Кировскую область за ее интересные, красивые, скрытые места. Будет развитие в организованную эту сторону? Ведь людям-то на самом деле это надо, понимаете? Вы их завлекаете? Я их завлекаю для самостоятельного путешествия. Вы их завлекаете, а продукт не даете. Я их завлекаю для самостоятельного путешествия. Да, да, да. Ну, потому что это определенный уровень ответственности, подхода и организация. И в моем случае мне вот на данный момент, пока это для меня хобби уличия и страсти, это вот съездить самому, посмотреть вживую летом, это поночевать там на природе у этих мест. Поэтому я являюсь, вот, правильнее сказать, как бы популяризатор красивых и затерянных мест Кировской области. То есть задача-то такая популяризация и привлечение интереса от гостей, скажем так, ну, жителей региона. Хорошо, но, видите, там, так или иначе, там, через бизнес плоскость все рассматривает, да? Все верно. Ну, задам вопрос, потом вы расскажете. А если кто-то на базе ваших рекомендаций создаст там какие-то турпродукты, как вы к этому отнесетесь? Ну, они уже и созданы, во-первых. То есть у нас же в Кирове много вот таких и крупных, и небольших, и даже частных гидов, которые водят по этим же самым местам. Так как я являюсь популяризатором, мне это нравится. Ну, то есть вы не против. Они уже давно и до меня были, и сейчас есть, и активно развиваться, и другого. Есть определенные в Кирове незакрытые ниши в плане туризма. То есть вот самый простой, что могу привести, но это ни для кого не секрет, это какие-то, допустим, туристические маршруты на квадроциклах, допустим. Вот есть люди, которые имеют технику и могут прокатиться, но нет какого-то такого в данный момент проката. Там больше такой, ну... Так, сафари, как еще можно назвать. Да, экшн там, да, да. То есть есть несколько таких маршрутиков, где человек без подготовки на какой-то вот, ну, такой несложный, ну, квадроцикле, будем грубо говорить, может прокатиться там в течение всего дня. Такие маршрутики есть, ну, ни для кого не секрет, и я могу, например, рассказать. А вот так, чтобы взять, где-то привезти, дать людям и прокатиться, это особый уровень такого-то интереса. Это вот, я прямо считаю, что это могла бы быть, как верно сформулировать с точки зрения бизнеса, востребованная тема, вот так вот, наверное, могу, которая еще есть частный прокат на местах, но чтобы взять, собраться, подвезти и прокатить. Ну, я говорю, да, есть активный отдых, а нет познавательного, да, такого, исследовательского. Возможно, с ночевкой какой-то, у меня даже был уже запрос, типа, вы не проводите на своих квадроциклах, но это надо целый парк иметь, поэтому в данный момент пока нет, но как идея, она в целом интересная. И вообще этот досуг вот такой вот выездной можно очень сильно разнообразить. Какое-то проживание в комфортных палатках, выездные бани, какие-то мастер-классы, тематические игры, вот, ну, что душе угодно, только в формате выезда на природе. А чего не хватает для этого? Вот смотрите, мы сейчас в регионе, ну, многие структуры, правительства региона работают над повышением туристической привлекательности, да, а юбилейные мероприятия предстоят. Но всегда, так скажем, ну, определенным фоном есть всегда вопрос, справится ли инфраструктура наша, да, на чем, ну, собственно говоря, там, инфраструктура гостеприимства. Номерной фонд, мощность общепита, транспортная логистика, вот это все, да. Чего не хватает, на ваш взгляд, для развития вот такого вида туризма, как познавательный, ну, не, как сказать, не самый легкий такой, не самый обычный, привычный, приехали по городу погуляли, уехали, да, а такой поглубже. Причем он действительно может быть востребованный жителями города, но им нужна организация, мы с вами понимаем же, людям все равно нужен сервис. То есть сами съездить, да, но им проще-проще, когда им предлагают более готовые продукты, чего не хватает. Вот я так, наверное, скажу, идея есть, каждый, кто связан вообще с туризмом, наверняка к ним в голову эти идеи приходили, как разнообразить и, ну, сделать какой-то новый продукт. Надо просто брать и делать, ну, и, возможно, каким-то ресурсом все-таки обладать, как я рассказал, если там, допустим, какие-то там сафари на технике, то это надо какой-то определенный парк иметь. Если там, допустим, какие-то комфортабельные палатки, например, то есть вот я сам могу сказать, что я любитель хоть и поночевать на природе, но с комфортом. То есть не просто палатка уж, ну, чтобы тепло было, удобно и так далее. Это тоже определенные какие-то должны быть финансовые вложения, если какая-то группа, там не два человека, а больше. Но я считаю, что внутренний туризм в ближайшие годы объективно будет популярен. Внутренний, по соседним регионам, скорее всего, уже в этом году вот что-то уже какие-то такие предложения, я думаю, что появятся. Задам вопрос, который сейчас пришел в голову и интересно даже, как вы на него ответите. Вы такой вот одиночка или есть уже какой-то круг, там, ну, не знаю, команда какая-то такое, сообщество? Или вот так все и остается? Аркадий Олин ездит, фотографирует, популяризирует, выкладывает, остальные сами. Ну, вообще, блог авторский, то есть я единственный создатель, владелец и ведущий. У меня нет ни команды никакой, то есть там никаких-то ни текстовиков, там, ни СММщиков, ни фотографов, ничего нет. Я все делаю как бы сам один и вот, наверное, буду честно признаться, что посвящаю вообще всему времени, то есть там своего времени, там, на 4-5% от общей массы. И то есть вот за 5% потрачено времени, вот как бы на данный момент такие результаты, потому что мне есть необходимость ходить на работу. Блог не монетизирован, все там бесплатно, все как бы для людей, но монетизация в дальнейшем будет. Ну, а какой-то круг соратников сформировался или нет? После первых выездов на природу с прошлого года у нас сформировался такой кружок по интересам и есть такой некий актив, ребят, которые, ну, всегда выехать их там, вообще, есть у нас был там даже отдельный чатик, до 40 человек там у нас состояло, которые, ну, какую-то основную массу частейки составляли. Но также в формате, как бы, выходного и досуга, все вместе собрались, организованно выехали, кто-то что-то с собой взял, там, кто там самовар, там, кто палатки, кто еще какие-то вещи быта. Ну, такой небольшой лагерь поночевать и уехать. — Спрошу вопрос, который интересен мне, и я не знаю на него ответа, даже не предполагаю, с учетом той аудитории, наверное, которая читает вас. Там много молодежи? Ну, давайте так, молодежь там до 25, вот только что такая вот молодежь. — Это можно на основании группы сделать статистику, я давно туда не заходил, но последний раз, когда проверял вообще, кто средний посетитель моей группы, это были женщины за 35. То есть там вот есть статистика по поводу и по возрасту. Вот такой был состав, чаще всего они какие-то комментарии оставляют, какие-то фото присылают. Молодежь тоже есть. — Ну, мне интересно, вот, может быть, тогда не по аналитике группы, а по вашему ощущению, да, кто с кем общаетесь, вот молодые ребята, именно молодые, там, ну, до 25. — Я могу сказать, что их мало, мало, то есть, когда мы, допустим, если приезжаем, и новенькие бывают, их мало, как бы они есть, но я считаю, что это возможностями соцсети можно просто, ну, как бы привлечь интерес к этой целевой аудитории, и они тоже с нами отправятся. — Ну, они есть. — Молодежь бывает, им тоже интересно, оставляют, пишут комментарии, и, а кто стесняется, стоит один раз попробовать, это может таким хорошим увлечением серьезно встать надолго. — Что из себя представляет такая вот поездка? Вот выходной день, с утра собрались, ну, вот такая типовая поездка, вот таким тезисом. — Заранее выбрали маршрут, договорились, встречаемся на какой-то точке сбора, чтобы тот, кто не имеет автомобиля, мог подсесть к тем, у кого он есть. — А, есть и такое. — Да, есть и такое, то есть все наши выезды бесплатны, это для поддержания, как бы, такого живого движения, если можно так сказать, поэтому просто надо быть на своем автомобиле, и, соответственно, кто на своем автомобиле, там, ну, кто один за рулем, кто семьей, бывают свободные места, кто хочет, просто с ними заранее, ну, в чате, в переписке где-то договариваются, присоединяются, и мы отправляемся куда-нибудь, ну, в какой-то точке встречаемся, там, докуда-то доезжаем, есть ли там принимающая сторона или нет, то есть бывает, что нас кто-то встречает уже заранее по договоренности, и такой, знаете, как бы, живая экскурсия непосредственно с места событий, может быть, это там какой-то населенный пункт небольшой, то есть вот у нас, ладно, чуть позже расскажу. — Рассказывайте сразу, время эфира быстро проходит. — То есть мы собираемся, приезжаем на место, смотрим, гуляем, там, может быть, кто-то исторический материал с собой возьмет, то есть какие-то вырезки или там скрины на телефонах, чтобы, куда мы приехали, посмотреть, как было раньше, как сейчас, такая приятная и важная часть, это такой, ну, обед на свежем воздухе. — Сами готовите? — Ну, тут, знаете, частенько бывает, что без готовки кто-то там что-то на общий стол привезет, там, с чаями заварными, с травяными. Готовка редко, но бывает, то есть вот у нас были, что кто-то с собой там берет какие-то плитки, кастрюли, что-то там общими усилиями делаем, но могу сказать, что на природе, на свежем воздухе, ну, это прямо как лучше, наверное, чем в любом заведении питания. — Детские воспоминания из турслетов всяких. — Все верно, и вот как раз было справедливо замечено, кому-то вот этих турслетов с детства не хватает, и то есть когда, вот, бывает, что люди первый раз приезжают, типа, как здорово, как в детстве там и так далее, погуляли, насладились, поехали домой. Мы частенько даже без ночевой бываем, то есть выезд одного дня там не все могут остаться, но летом в хорошую погоду и вот даже до осени еще, если не совсем, мы в прошлом году много поночевали с палатками. — Как находите эти места? — Все места открыты, все места известны, то есть стоит зайти только там в интернет, вести достопримечательности какого-либо района или там, чтобы посмотреть, выберется списочек и едть куда хочешь. Единственное, что надо маршруты смотреть. Если, допустим, человек, ну, как, например, не из нашей области, он может столкнуться с какими-то проблемами, когда не был где-то там, как доехать, потому что вроде путь очевидный, а где, как, куда свернуть, могут быть сложности. И такие у нас не раз бывали, то есть мы куда-то отправились, вроде ручей обозначен на карте, а он в разлив, и настолько, что не переплыть, не перебраться, то есть как бы бывали такие случаи. — То есть Яндекс дорогу проложил, а ее нет? — А ее нет. Бывали такие случаи, но в основном процентов 99,9 всегда добирались до места. Случаи интересные тоже бывали там в дорогах, я думаю, если спросите, я обязательно расскажу. — Представляю, давайте оставим это вот буквально через минуту, удавалось найти что-то самим? Вы говорите о том, что все уже открыто, все там в интернете. — Да, действительно, все верно. Несмотря на то, что в глубине где-то сидит вот этот ген открывательства, который заставляет просыпаться по утрам и идти вперед, все уже открыто. Я считаю, что рядовой человек, не научный сотрудник, вряд ли свершит какое-то открытие, это объективно, то есть научный сотрудник хотя бы на основании какого-то глубокого опыта знает, где что искать, а мы просто как бы путешествуем. Но был такой не формат открытия, просто интересное событие. Все знают прекрасно Жуковлянские волны в Кировской области, это такая достопримечательность, широко известная за пределами Кировской области. Это считается, что вот крупное скопление конкреции, таких больших шаров каменных. Когда я выложил этот пост, там года два назад, один из подписчиков написал по своим воспоминаниям, я помню, некие подобные камни в Орловском районе, и на карте просто там крестиком обозначил по своим воспоминаниям, где он мог это видеть. Я про это дело забыл на год, потом вспомнил об этом и говорю, давайте снег сошел, просто прогуляемся, если ничего не найдем, ну хотя бы там пожарим сосиски на природе. В прошлом году, примерно в конце апреля, мы отправились по этим воспоминаниям, действительно, примерно где крестик стоял, полазили там вот в течение часа по этому лесу, и некое подобие вот таких шаровых конкреций нашли. И то есть такое небольшое, как бы, небольшое микро-открытие для себя в первую очередь, что подобные камни как бы еще и встречаются в других районах, и это было наглядное доказательство. И, знаете, хотя просто камень в лесу, и нас была группочка восемь человеком, но там прямо когда люди их находили, они прямо кричали там, нашел, как будто это какая-то клада или драгоценность. И вот это было такое по-своему приятное ощущение. В пропорции, ну, заинтересованности, вы неоднократно упомянули о том, что одна из целей ваших таких внутренних целей — это популяризация в том числе для жителей других регионов. Ну, насколько их много? Можете как-то оценить? Вот ваш, собственно говоря, проект. Жителей других регионов, которые смотрят? Других регионов, да. Которые смотрят и которые приехали. Есть такая информация? Которые приехали, есть, мне еще не написали, во всяком случае. То есть я знаю, что просто смотрят какие-то, ну, там я видел там репосты, лайки или какие-то комментарии. Приехали или не приехали, никто не отписывался, но в этом еще есть определенные, знаете, такой личной, выгодной, выгодной, такая корыстная мысль. В каком плане, ну, это опять забегаю вперед к проекту, я вот это все выкладываю, мне потихонечку начинают писать люди из других регионов и приглашать к себе. То есть в каком-то смысле-то я смогу на основании, то есть у меня блог, пускай небольшая, но какая-то известность по этой тематике начинается, и люди вот из других регионов, вот недавно было из Костромы и из Чувашии, а там много тоже своих затерянных мест, они прямо пишут, давайте там приезжайте к нам, покажем. Соответственно, я вот тоже предполагаю, что если будут какие-то, ну, в формате ведущих блогов из других регионов, я бы, соответственно, с удовольствием бы такой, знаете, взаимозачеты, какие-то вы к нам, мы к вам. Такой обмен аудиториями, обмен интересными местами и вот такой популяризации, ну, вообще там красоты и природы ЖСИ был бы взаимообмен, то есть вот я это жду. В общем, если вернуться к вопросу, внимание с других регионов есть пока небольшое, потому что я каких-то целенаправленных пиар-акций в других регионах еще не проводил, я вот только к этому подхожу. Просто, ну, мне хочется, знаете, там, типа, чтобы создать такой проектик, на основании которого просто другие люди приезжали к нам, посмотрели, как у нас интересно. Вот я что хотел спросить, немножко тут попытался сформулировать. На странице, в группе обобщена как-то информация вот об этих достопримечательностях? Вы все время говорите, зайдите в интернет, просто введите. А в самой группе это просто лента или есть, условно говоря, карта, на которой можно... Просто лента. ВК просто лента. Да-да-да, но это, я думаю, что в дальнейшем можно как-то будет улучшить и систематизировать, но пока как бы возможности ВК, это просто друг за другом выкладываем, не в какой-то либо последовательности. Просто люди посмотрели, увидели, загорелись, замотивировались куда-то съездить, сейчас начинается сезон и все. А вот как-то систематизация по районам, пока нет таких возможностей, вот, ну, в самой сети так сделать. Давайте мы на этом сделаем небольшую паузу, про перспективы проекта поговорим во второй части программы. Это программа «Разговор по делу». У меня в гостях замечательный, увлекательный человек Аркадий Олин, мы разговаривали про блок «Затерянные вятки». Вернемся через несколько минут. Возвращаемся в студию, программа «Разговор по делу», веду ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Аркадий Олин, создатель мебельной мастерской «Винтажист», о которой мы так и не успели ни слова сказать, потому что все наше внимание в первой части программы привлек проект по внутреннему туризму «Затерянные вятки». Перспективы проекта. Мы поговорили о текущем состоянии, но вы уже начали затрагивать и другие регионы, и все. Но при этом у вас 4-5% времени своего всего на это выделяется. Вот прозвучала фраза о монетизации. Это важный момент. На самом деле, сразу же говорю, вот уже год прошел, то есть вся группа, все какие-то там, если идут рекламные вложения и так далее, то есть полностью за свой счет, проект бесплатный и на данный момент никоим образом не монетизирован. То есть несмотря на то, что у нас бывают выезды, и потом люди подходят, сколько вы за выезд берете, если у вас там 50, 60, 100 человек там бывало на выездах, я говорю, нисколько, это как бы все бесплатно. Это все просто для популяризации. Но я считаю, что энтузиазм с деньгами может гораздо больше, чем просто энтузиазм или чем просто деньги. Ну, в пределах какой-то конкретной ситуации. Соответственно, как бы это вещь необходимая. Просто у меня было бы больше возможностей, хотя бы в плане улучшения контента. То есть еще у блога-то такая цель, чтобы не только популяризировать, но и сохранить, и собрать. Ведь это не только достопримечательности. Вятский край, он же богат еще и людьми, которые его там составляют. Сколько у нас интересных людей, о которых бы хотелось рассказать. Какие-то гостеприимные, какие-то там ведут восстановительные работы, кто-то там что-то строит, кто-то там восстанавливает села. Как бы вот у нас есть такие. А хотелось бы всех рассказать ярко, красочно, с какими-то картинками. Соответственно, деньги бы вот это улучшили бы качество материала. Я бы смог больше и дальше выезжать, например. Ну и как-то более интересно преподносить материал и рекламировать как раз-таки за пределами. Она необходимость, да. То есть все выезды останутся бесплатными, потому что они позволяют как бы сообществу жить. Люди съездили, сделали у себя там посты, выложили со ссылками, новые посмотрели, тоже захотели присоединиться, ну пускай хотя бы подписаться. Я вижу ближайшую монетизацию. Это пока через какие-то, это так, в формате агрегации какой-то может быть. В каком формате, то есть я-то не вожу экскурсии, но есть кто водит. И когда люди уже подогретые с интересом посмотрели, куда, с какими-то стурфирмами, ну за какой-то там лояльный процент можно будет как бы готовую, тёплую аудиторию, так сказать, преподнести. Потом сейчас начались первые попытки изготовления собственной продукции сувенирной. Это какая-то одежда, то есть есть толстовки, майки, банамы, мерч, так называемый. Вот сейчас первые уже есть образцы. Я не в нём пришёл, хотя я знал, куда иду, но я подумал, что на радио всё равно никто не увидит. Шутка. Ну, в общем, первое. И сувенирная продукция, то есть у нас вот есть авторские работы, то есть какие-то календарики, магнитики, ну и ведётся разработка в дальнейшем. Ну, какие-то, возможно, блогерские коллаборации, ну и, конечно, там я открыт к любым предложениям, там, ну, как это можно лучше сделать. Ну, это на данный момент пока что всё. Аркадий, я всё-таки хочу спросить про то, что занимает не то не 4, а 5, а больше. Мастерская, винтажист, мебельная. Сами производите? Почему винтажист? Вот, ну, немного об этом. Остаётся 5 минут буквально. Это мебель на заказ или это линд по той? На данный момент пока это мебель на заказ, то есть у меня небольшая мастерская, где я сам работаю, делаю мебель своими руками. Винтажист, то есть она состаренная? Не совсем. Всё начиналось и сейчас тоже продолжается с изготовлением макияжных зеркал с лампами и вообще ростовых зеркал настенных с лампами и, ну, на данный момент ещё там со светодиодной подсветкой как по современе. До того, как я придумал название и делал первые зеркала, мне постоянно писали, у вас есть такие вот зеркала с лампочками винтажными. То есть я, конечно, это немножко разное понятие, но что-то винтажное, винтажное. Я такой решил придумать, какое название будет актуально, там, ну, не какие-то там зеркала, там, или там ещё что-то, потому что эти заняты уже имена. И чтобы мне быть более как-то уникальным, я винтаж, винтажист, а винтажист слова нигде не было вообще использовано на тот момент. И я так и оставил винтажист. То есть, мне кажется, винтажист — это тот человек, который делает не винтажные вещи, а зеркала с теми винтажными лампочками. Которые как раз всем и были нужны, да? Которые были нужны. Пока вот такая история. Нравится, любите — это любимое дело? Вот так. Когда я начинал, это было любимое дело. То есть мне нравилось из каких-то полузаготовок создавать, ну, пусть не произведения искусства, но какие-то реально сизаемые большие предметы, которые вызывали у людей положительные эмоции, когда вот оно такое зеркало светится, там, сколько улыбок при получении было получено. Конечно же, мне нравилось, но доставляло удовольствие и делать что-то своими руками, получать за это деньги и вот дарить хорошее настроение и радость другим людям. Но даже самая любимая работа рано или поздно становится рутиной. То есть вот я сейчас уже был близок к выгоранию в прошлом году, и вот как раз вот этот некий туризм-то стал для меня такой отдушиной и отвлечением от основной работы. То есть производить и делать, конечно, мне нравится, но для меня это уже вот на данный момент прямо уже такая рутина, и я близок к выгоранию, если уж мы это коснулись. Сами делаете? Я делаю сам, и есть помощник. Ну, я имею в виду, то есть и сами руками все это продолжаете делать. И именно это позволяет, собственно говоря, там, ну, заниматься тем, что нравится, да, вот этим проектом. Но вот как для себя, видите, будет перемещаться, меняться вот эта вот пропорция занятости, источника осуществления этих возможностей, будет перетекать туда? Это интересный вопрос, на который не так-то просто ответить. Я объясню, почему. То есть, допустим, производителей мебели и производителей чего-либо очень много, а ведущих блогов, которые пользуются популярностью, их не так много. И вот мысли такие приходят. Я могу также ходить на работу, срабатывать деньги с утра до вечера, и вот, грубо говоря, проработать всю жизнь. Ну, вот таким образом, да, там будут какие-то деньги, но великое дело, вот как я понимаю, тут не совершишь, постоянно находясь на работе. И вот мысли-то посещали, а что, если мне вот просто отключиться и 100% своего времени посвятить тому, мне кажется, можно было бы такой всероссийский уже так вот, можно сказать, проект сделать, который и в истории останется, и принесет больше какого-то удовлетворения вообще ярких положительных эмоций. Ну, и потом, наверное, монетизируется ничем не меньше, чем вот как бы основная деятельность. То есть, вот мысли тоже сейчас такие ходят, но я признаюсь, вот нерешителен хожу, думаю, что же мне делать, все-таки продолжить работать, потому что тут для меня некая стабильность. Или вот так вот полностью впуститься и разом вот так вот прям на всю страну. Вот так вот, в действительности мысли такие, вот я еще сам себе не ответил пока на них. Ну, давайте, мы будем наблюдать, будем смотреть, читать, и, собственно говоря, я думаю, что поймем в какой-то момент, как произошла эта определенность. Я в этом году с учетом, опять же, там, юбилейных предстоящих мероприятий взял за правило. И раньше это делал, но теперь обязательно спрашиваю гостя в моей студии, как вам Киров? Причем и кировчан, и не кировчан. И подразумеваю в этом не только город, но и весь Вятский край. Как вам здесь? Конкретно мне все нравится. То есть, у меня вообще такой склад, что конкретно у меня, что я негатив не замечаю. Ну, то есть, знаете, наверное, для меня вопрос такой, ну, я уже такой предзятый, мне, типа, все нравится. Я склонен обращать только на хорошие какие-то моменты, а вот на отрицательные я обычно не обращаю внимания. То есть, ну, по жизни так, то есть, у меня сколько раз было, там, иду в кафе, там, какое-то блюдо пригорело, и я все равно все нравится. И, соответственно, в Кирове тоже, несомненно, есть определенные места, которые можно улучшить и улучшать. Ну, это тут нечего скрывать, это есть. То есть, ну, мне все нравится. Есть куда сходить, есть работа, есть чем заняться, есть как провести время. Любой досуг в Кирове, ну, любой доступный, разумный, он как бы все есть. Есть куда выехать, то есть, вот, для меня проблем нет. Я даже, знаете, какой-то вопросов даже переездов, даже, ну, бывали они там, о, а что если мне переехать, а потом и тут все есть, и если уж не переехать, а просто в какой-то город-другой съездить, посмотреть, как там у них. А в Кирове все нравится. Вернемся, немного совсем времени остается у нас, вернемся к тому, о чем не договорились, затерянной России. Это будет франшиза, это будете вы сами по всему ездить, по всей России. На самом деле, вот этот вопрос можно рассмотреть с точки зрения бизнеса уже. Как раз было справедливо замечено, как типа франшизы, возможно, немножко другие форматы, потому что в данный момент тут пока не эмотизирован, какого-то бизнес-предложения нет. Как я это вижу? У нас есть немало регионов, ну, допустим, там, ну, хотя бы там до Урала возьмем, потому что Сибирь, она там, ну, и подальше от нас, и там больше каких-то таких мерзлот. Вот, как говорят, это просто в определенных руках, что там, возможно, достопримечательностей чуть меньше по количеству, чем в Кировской области. Ну, я этот вопрос не изучал, я просто такое мнение слышал. Соответственно, сейчас у меня есть идея, я вот, начиная первое общение, то есть мы уже ведем, допустим, Кострома, как пример, там есть такой же энтузиаст 100%, как я, который где-то ползает, но у него, например, нет аудитории. Ну, то есть какой-то горящий человек, возможно, какой-то краевед, возраст даже не важен, это и в 20 человек может быть интересный, наполненный, и в 60 еще бодрый, активный, который все открывает. Вот, то есть я сейчас ищу, то есть уже два контактика, которые у меня вышли, но сейчас пока еще только, ну, так примерно. И, соответственно, это может быть затерянная Костромы, затерянная Коми и так далее. В чем суть, то есть они, ну, по моей модели будут вести свои проектики, вот, ну, а я, скажем так, небольшой в каком-то процентном соучастник у них, то есть от меня какая-то информационная поддержка в продвижении, там, как материал фотографий преподнести, ну, а я буду, как бы, условный совладелец ближайших регионов и автор затерянной России. То есть просто потом в Коми выложили каких-то два интересных места, и я в свои выходные уже могу, например, туда съездить и всю информацию. А вы будете собирать это все в проект затерянной России. И собирать уже в затерянную Россию, да, то есть это как бы я вижу, это только старт, это так на поверхности, но идея-то еще глубже, то есть там еще больше возможностей есть, тем более сейчас в ближайшее время внутренний туризм будет популярен, мест интересных много, съездить куда есть, можно обмениваться аудиториями, там, допустим, вы со своей группой к нам приезжаете, да, вы там 20 человек к нам приезжаете, мы вам там небольшой, ну, вот я считаю, что это можно так. И то есть на условно незатратной, ну, может, там, знаете, там в формате доната в какому-то там вот такому же гиду, как я, кто-то там, ну, оставит какие-то средства, чтобы его день как-то там, я, грубо говоря, окупился. Ну, это просто такая идея. То есть и незатратной не десятки тысяч рублей, а просто на своими силами, но я уже заметил, что с каким-то местным человеком, проводником или экскурсоводом гораздо интереснее, чем ехать в пустое место. И то есть, и это можно, столько людей, которые просто приезжайте, мы вам все покажем, только приезжайте, их много есть, например, Кострома может ко мне приехать, я, допустим, в Кострому, да. И все транслируется потом в единое, а потом, возможно, уже я рассматриваю, либо уже грант какой-то, потому что я думаю, что и правительство во внутреннем туризме в какой-то степени тоже заинтересовано там, ну, пускай даже в таком формате и людей занять, и показать. Да и вообще это, знаете, такой микрокруговорот, микроденежек, я это так называю, приехали в Истебен, купили местную продукцию какому-то фермеру, они там сувениры свои наделали, и то есть какой-то микрофинансовый круговорот, только вот благодаря каким-то энтузиастским вызовам, очень возможен. И кроме финансового, мне кажется, это очень важный момент состоит в том, что это, как сказать, создает ощущение той земли, той территории, на которой мы живем. Вот я в вашем проекте в первую очередь увидел именно это, когда свозил детей на выставку «Россия» в Москве и показал им, что такое вся наша страна, а потом понимаю, что могу свозить и показать им, что такое небольшое совсем место, да, вот, и вот на этом дать почувствовать и масштаб, и вообще впечатления вот эти получения. И как я сказал, вот благодаря этому проекту и места, и люди, какие там живут, чем они занимаются, то есть... ...известные другим людям. Аркадий, вот очень жалею, что приходится заканчивать, истекло время программы, это была программа «Разговор по делу», вел ее я, Андрей Юсенко, у меня в гостях был Аркадий Олин, назову вас теперь популяризатором сначала «Вятки», а потом «Затерянного всей России». Прекрасный проект, желаю вам удачи, и очень понравились мне ваши слова, надо брать и делать. Это такое, собственно говоря, универсальное правило, которое помогает со всем справиться. Успехов вам, надеюсь, что наша программа привлечет к вашему проекту внимание, и желаю вам дальнейшего развития. Благодарю. Ну и все путешествуйте, у нас есть что посмотреть. Спасибо. Разговор по делу.